Значит, была такая ситуация у меня. Встречаюсь я с девушкой, которая говорит, что она долгий период времени сотрудничала с одной из компаний, сетевых компаний более 15 лет. И она говорит, я хочу перейти в другую компанию, но я не хочу предавать ту компанию, в которой я уже сотрудничала более 15 лет. Хорошо, она тебе приносит результаты, доход спрашиваю я? Она говорит, нет, не приносит. Нет, не приносит, я просто пользуюсь продукцией, мне нравится продукция, мне нравится философия компании, мне нравится полностью вообще вся компания, но развиваться и расти я в ней сейчас не развиваюсь. Странно, да? А зачем тогда пребывать в той компании, которая тебе не дает сейчас результата, не приносит никакого дохода? Зачем? Просто потому, что я не хочу ее предавать, просто я боюсь, что обо мне подумают. Просто я думаю, а что скажут люди? Друзья мои, у вас одна жизнь, одна жизнь, благодаря которой, да, вы можете себя проявить, заявить о себе, вы можете проживать качественную, интересную жизнь. Вы можете отдыхать, путешествовать, вы можете проживать полноценно эту жизнь, дарить своим детям новые интересные возможности, помогать своим родителям. Понимаете? Если вы не предадите себя, себя в первую очередь. В компании мы сотрудничаем с теми, которые действительно дают нам инструменты для роста, для развития, для процветания. Но если этих инструментов уже нет, то смысл тогда тратить свое время в той компании, которая не приносит вам ничего, кроме того, что вы просто не хотите ее предавать. Мы все с вами меняем работу, да, мы все с вами нормальные люди, хотят более качественной и более, скажем так, правильной, яркой жизни. Но почему тогда говорим мы о компании, что мы ее предаем, если она не дала нам хорошего маркетинга? Если она не подумала, она с вами не дала те сейчас инструменты, которые современные, которые интересные, которые растущие, зачем мне просто пребывать? Ну, в общем, я не понимаю, о чем говорите вы, когда говорите, что я не хочу предавать компанию. Но при этом вы предаете, в первую очередь, себя, свою семью, своих детей, свои хочучки, свои эмоции, свои амбиции вы предаете. Очнитесь, пожалуйста, и рассмотрите те возможности, которые дают другие сетевые компании. Просто разрешите себе быть там, где вы можете заработать. Вы знаете, я тоже в свое время зарабатывала, зарабатывала в одной из сетевых компаний, косметических компаний, компании Мэри Кэй. Я езжу на автомобиле компании Мэри Кэй, вот он, этот автомобиль. Но я что хочу сказать, друзья мои, я тоже так думала, и я отчасти вас понимаю, почему я подняла эту тему. Но я вот рассуждала именно так. Я не хочу предавать себя, я не хочу предавать своих родных. Я хочу развиваться, я хочу еще больше зарабатывать. И если компания не дает мне сейчас те инструменты, благодаря которым я могу реализоваться от и до, то зачем мне тратить время на эту компанию? Потому что компания дарит нам автомобили, бриллианты, не просто за красивые глаза, друзья мои, а за нашу проделанную работу. И, как вы знаете, это не честь и хвала компании, что какая компания классная, она мне там сделала подарочки. Она мне сделала подарочки за мой результат, за мои действия, за то, что я выполнила условия компании, в которой я находилась тоже долгий период времени. Понимаете? Почему огромное количество людей приходит в компанию, но компания не каждому дает автомобиль, не каждому дарит бриллианты, не каждому дает хороший доход. Почему? Да потому что у компании есть план, потому что компании нужны сильные люди, сильные, которые готовы действовать, которые не лентяи, которые, знаете, да, сильные и мощные, которые не предают себя, вот, и тем самым будут развиваться в компании. А если вы ноль, да, если вы просто вот, ну, что там, я вот буду пользоваться продукцией, да вы не сыграете роли никакой для компании, понимаете, своим пользованием продукции. Везде пахать надо. Если вы будете пахать, то вы будете интересны одной, второй, третьей компании, и вас будут благодарить, и вас будут одаривать, и вам будут, скажем так, поощрять.